Может быть, кто брать, и так тоже будут делать. Посмотрите. Вот ваши пруды. Будут глады моры по всей земле. Я вас слушаю, записываю, а потом это всё проверяю. И вот уже начисто вот так пишу. Да, проповеди. Проповеди ваши. Вот у меня... Это заголовки, а то это заголовки. Ну, заголовки и вот это всё. Нет, ну и всё, вот вы, которые произносите ссылки, писания, она заходит, записывает их и проверяет. На каком канале? Оно понятно. Думаю, может, братья и так, какие занимаются. Согласен. Это меня просто вынудило, потому что дед мой спрашивает, ты показал тетрадь, а то тебе не по кресте, а ты тетрадь хоть покажи, что там на вопрос, если как-то не ответишь. Сейчас вот спрашиваю. Сколько я переписал, когда обратился. Считаю, вот это отцу, вот это матери. Вместо писания, вот это сестра. А 90% ко мне. Я не возьму всё ко мне. А вот слух, прочитай кто-нибудь. Прочитай. 18 корректоров я работал на ней. По благословению преосвященного Ефтихия, епископа Ишинского и Сибирского. Симфония. Первый и наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию и Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лапкина. Данное издание выгодно отличается от предыдущих своей полнотой. В 2,44 раза полнее самой полной на неканонические и удобством пользования. Представьте, даже вот эту цифру выдать, в 2,24, сколько подсчета пришлось, это до буковки, по буквам. Подготовлено с использованием компьютерных программ для выборки всех слов, то есть на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Данная симфония сделана по образцу Вернигородской, то есть слова даются не по падежам и формам, а все формы слова объединены в одну статью. Я шел, пришел, ушел в одно. Например, когда ты будешь искать, ты не знаешь, ну я знаю, что шел, это представь сколько глаголов, алкатора симфонии, они так, дом, нет, дома, да, дому, это все в отдельное. У меня это все полежи, все в одной, искать о себе веку. Например, идти, ходить, шел, или ад, ада, адом и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. Это только крупнее могут сделать, лучше не сделать. Которые были изгнаны еще до советской власти, которые это я все симфонии в руках перебил и нашел, что непрофессионально. Они не заботятся о человеке. А просто берут букву подряд, которая есть. Нет, надо объединять в одном. В книгу также включены такие тексты Библии, как 13-14 главы Даниила, молитва Монасии. Вообще никогда не было. И отсутствующие в Синодальной Библии стихи 36 по 106а из третьей книги Ездры в 7 главе. Вот, то есть этого нигде нету, только католическое, брюссельское издание. И это тоже сюда внесено. Это надо было опять же графы, вот здесь вот, которые краткое содержание дает здесь. Самое главное, Сераха, Премудрость Соломона. Ну там еще какая-то. Тут немного их, 11. Я делал вручную это когда. Это надо видеть. Вот я иду на Сибирь, старая пригородная. Вот ты сидишь, я сразу занимаю сиденье вот здесь и здесь. И через коридор 4 сиденья один занимаю, чтобы никто не садился. И теперь раскладываю 475 полных листов. А4, которые печатают. Я теперь такое слово, я ищу его где, полпавит он. И чтобы спасешь, это спасибо. Допустим, спаси и, это е, потом и. Я там теперь, вон куда он уходит, туда его выношу. Какая глава, какой стих. Это все надо указать. И в каком месте. Допустим, нашел мудрого человека. Ходи к нему и стирай пороги дома его. Значит, на стол и стирай. Ходи. Порог. На все это отдельно идет. Любое слово заряди, ты уже найдешь. Игнат Тихонович. Я это все сделал. И потом на тонкой бумаге отпечатал экземпляров 7. Но уже тихо, это длинно где-то. Все это переплел, сделал как книги и подарил людям. Игнат Тихонович. Это даже вообразие. И все сначала, и все напечатал. Все, что ты говорил, я на 5 книг было. А тут-то на все книги должны. Ну, сейчас дочитаю и потом спрошу. Ну, давай. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих учениях, по учениях. Такие, как Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Лаудукийская 59-60, Карфагенская 33, Апостольская, Святых Апостолов 85, Афанасия. Вот любой поймет, что человек знает о чем говорит. О праздниках, стихи Григория Богослова и Амфилохии. Вот. А с чего начинается... Вот с чего... Родина. Да, начинается... Вот вы начинаете писать симфонию. Вы с чего начинаете? Как вы подбираете именно слова? Ну, а в память я считаю... Может быть, 25-е, а теперь я вижу новое. Оно подвигает меня. Ну, я просто открываю все... Библию и считай. Какое первое слово? И вот первое, да. Дальше вот первое оно, которое в Библии встречается. Но оно... И везде теперь вы ищете. Может быть, вот здесь вот идет. Нет, да. И вы везде его ищете. Во всех формах. Я не ищу. Я распределил и сказал, сколько там 470 листов. И оно где-то в этом попадется. Я теперь должен уже смотреть быстро, схватить, записал одно слово. И теперь эти листы шелестят, как бы не сдуло. Люди ходят туда-сюда. У меня времени нет. И еду и дорогой, представь себе, расположившись. Это где-то вот... Это невозможно. Нормальный человек... Это можно написать стихотворение, там все это, как это... Примирил. Сектантство примирил с православием. Это Бог делает. Это не сделать. Ну вот, смотрите, допустим, к примеру, я хочу написать симфонию на книгу бытия, к примеру. Давай. И вот, я смотрю, в начале... Вот слово начало ищи. И теперь я начинаю... Начало. В поиске вбивать, вот допустим, я выберу... Ничего не надо. Ничего. А мы загонялись. Слово не, не, впереди напиши. Эн. Начало. Начале. Началу. Началум. Вот у меня ложка. Вот ее поиски. У меня нет ложки. Я ударил ложкой. Забочится о ложке. У американцев у него нет, ну, склон. Скорень. Склон. Поддержей нету. Почему русский язык считается одним из самых трудных и самых прекрасных? У нас есть щелок и есть лоб, есть очи и есть глаза, а одно и то же. Есть правая рука, одесную. Нету других словах. У нас Господь и Господин. А у них это одно слово. Гер. Все. И люди, которые знают язык, если русский-то, то в Библии будут считать только на русском. Ну вот. Ну я бы вот так делал, да? Вот я начал. Я вот начал. Все, начало. На каком месте? И вот 33 места. И я начинаю выписывать. И еще следующее. Сотворил. Да, сотворил. Буквосе. Ты берешь Сотворить. Сотворить и творить. Сотворить и творить. Может быть не сотворить, а творить надо теперь брать. Сотворить. Это одно и то же. А ладно тогда на слово сотворить я подставлю, но оно будет дляозначать. Или сотворить это отдельно у меня будет. Тут я должен сам решить. По развитию, по своему. И вот сотворить теперь. Этот листик вон куда повелё. Я уже... Ну где будет С, понятно. Да. Он у тебя на другом конце лежит. Дальше я продолжаю. Следующее слово. Какое? Бог. Бог. Ну понятно тут много. Бог, Господь, вы все туда, да? Нет, нет, нет. Только Бог. Только Бог. Только Бог. Ну допустим, нашел человека мудрого, хорошего. Что-то у меня тут порог. Ничего и нет. Пороги дома его. Слово порог. Значит, найди. Порог. Порог. Ну там не найдешь. Вот сюда надо искать. Найдешь. Нет, не найдешь. Надо не канонически открыть. Вот тут не канонически. Сирах. Сирах. Это я знаю. Порог. Порог. Давай. Вот. Сирахов 736. Что там написано? Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра. Все нашли. И пусть нога твоя истирает пороги. Ну это готовое составить. А здесь этого нет. Электричество сейчас фиг и ничего нет. А вот здесь ищи слово порог. Порог. Сейчас найдем. Да, давай. Войдем по ту историю. Виктор Гюго. Порог. Вот. Сколько раз встречается? Два раза. Этот номер здесь? Да, вот смотрите. Алаферн мертвый лежит у порога. И пусть нога твоя истирает пороги дверей. Да какой вперед? Какой книге и какая глава? Вот. Сирахов 636. А тут 736. Это потому, что там добавлено предисловие. Предисловие. Да. Да. Понятно. Вот когда писал. Нет, это большая работа. То есть все понял. Вы так подряд идете, пока все слова не разберете. И получается это та же самая книга. Вот та же самая неканоническая книга. Только они теперь разбиты по словам. Дифференцированные. В основном дело стоит. Дифференцированные. Сделать это, потом отпечатать, переплести и подарить даром. И это когда вы делали, вы этим еще не пользовались? Нет, конечно. Это вообще не было еще. Это даже высказать нельзя, сколько времени идет. Никогда не. Человек, который не занимался, он не даже. Даже никакого представления нет. Ну и я просто представляю. Поэтому я сон обрезал, у меня сон уходило два с половиной часа в сутки. Два с половиной часа в сутки. Попробуйте это все. Посмотри, что получится. А мне нравится еще у вас, у меня нет, к сожалению, такой книги. Симфония на жития святых. Да. Там у вас вообще как-то сделано по смыслу. Вот это мне больше нравится. Симфония симфония это 1173 биографии. И вот 1173. А событие такое, допустим, в одном месте ударили камнем, а в другом камень над городом внес сатана, бес внес скалу буквально. Вот. Ну где это? А в одном месте дьявол ударил человека камнем. Где найти? А то слово камнем только нашел, чик, по одной минуте все нашел. А вот такое-то, книга такая-то, Дмитрий Ростовского страница такая-то. Это я сейчас говорю так, это, а тогда ко мне нельзя не... У меня мама как-то приехала, а у меня запись идет. Я насчитал на пленку примерно 50 томов. Один том, это вот эта полоса в Библии. Самое главное, чтобы они не были вузы вузом. Вторая книга, это трехтомник. Марки Пелагулак. Это вообще... Один говорит, он считает, как зэк настоящий сидел. Я пережил, другой считает, ударение неправильно, расстрелять мало. А за мной тоже. Ой-ой-ой, 50 примерно томов. Это все на пленке. И потом надо размножить. А размножить не одному человеку. У меня в очереди стояли. От архиереев, там, или из-за границы, кажется. Теперь зарплата у меня за месяц 72 рубля. А один магнитофон 320 рублей. Это 4. 4 надо зарплаты, 1. А мне нужно одновременно 11 магнитофонов таких. И все достал. И все. Был человек, который помог соединить, одной кнопкой включать, 3 скорости. Надо насчитать оригинал. И как сохранить, чтобы не испортить. Пленку купили другого размера. На них надо теперь новые переписывать. На какой дорожке. Первая, четвертая, потом вторая, третья. И все это записывать. Ни одной ошибки. Допустим, этим я занимался 12 лет. Ни одной ошибки. Ни одной. Другому, да, он даже готовое положить. Отправили. А там, говорят, пленка пустая. Это теперь обратно гнать надо с Ташкента. Я теперь должен платить туда все мои расходы. Недобросовестные помощники были. Ну, Дмитрий Тарабич о чем говорит. Вот полностью все как будто бы он в соседней комнате был. И в гостях у меня каждый день. А уж когда к этому-то подошли, к интернету, я купил книги, я по ним стал изучать. И у меня было, что составляет, я в фотошопе работал. И пришел, пришла это, вернее, жена одного с мужем, а он программист. Государственная организация работает. И мне выговорили, вот они взяли, все сами делать. И вас не будет, кто будет делать? Ой, как я обрадовался. С меня они это снимут, сами будут это делать. Вот меня был дал по ночи. На какой он помощник, я у него тут. Никогда в какое время не скажу, сразу и сразу сделаю, что он взяли. Тут есть, пока дозвонишься, пока приедет. У меня минуты буквально нету. Скажет, не надо, но я могу показать, что у меня 38 томов книг вышло. За 9 лет. Ну видно, я там с книгами не чужу, поднимаю рукой, метр сорок. Каждая книга 752 страницы. На 4 тысячи с лишним вопросов отвечаю по Библии, по святым отцам, по канонам церкви, по житиям святых и по событиям мира. Вопросы мне идут. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. Там все бесплатно, 18 лет и 13 школ. Это вообще, когда говоришь, никто поверить не может. Так как, не знаю, я как-то домой прихожу, уже темняется. Машины стоят, гляжу, два больших человека. Подошел, два полковника стоят. Танковых войск, кажется, и там самолеты. И, так сказать, мы тут уже обсудили, военные там комиссариат-то, что вас на самолете одной части воинской другой будет перекидывать, чтобы выступили перед ними. Ну, я говорю перед ними. Они фрактуют отдельные кинотеатры, огромные кинотеатры. И мне пройти нельзя. Меня селом протягивают по дорожке, переполненные, военные. Я перед ними выступаю. Востребованность неописуемая была. Вот когда люди хватаются, я схватил самое главное. По эфирному времени я первый на всю страну стоял. Это даже высказать нельзя. Три радиопрограммы вел еженедельно. Радио, телевидение. А радиопередачи таким спросом пользуются. Только на 30 звонков только люди спрашивают. А у меня дома телефона нет. Я сижу там, отвечаю. Вот когда пишут, вот я сижу здесь, такое большое стекло, на той стороне сидит тот, кто составляет. Ну, я сажу, у меня магнитакон заряженный, а магнитакон с той стороны. Я сижу и проковать насчитываю, или отвечаю на вопрос. А он сидит, я говорю, вы показываете, у меня, допустим, полчаса. Вы показываете, осталось 5 минут, мне больше ничего не надо. Я вложусь опять, потом 4, 3, а от которой пишет и говорит, ну, вот это, когда смотрели президент, внучка-то там, давай сначала опять. Он считает что-то там, ну, новогоднее поздравление. Ну, есть оно. Давай сначала. А с этим работаем год второй, и он говорит, никогда у меня не было. Там писатели, назначенные выступают, депутаты, что ни одной остановки ни разу не было. Он показывает, это я вхожу с точностью до 1,5 секунды. А как так? Ну, я уже во время, соображаю, вот это могу упустить, а если он показывает 5, а у меня на 3 минуты, я сразу мысленно прибавляю, и дальше вперед иду. Это нельзя сделать. Если кто-то записывает, замучается. Ай, давай сначала. Видел, президент? У меня никогда. А он с той стороны меня видит, и после выходит, я, так сказать, отдыхаю с вами. И я всегда добавляю, у меня нет образования, ни гуманитарного, ни религиозного. Я не скрываю этого. Вот симфония нет ее. Наша часть святых по сей день нет. У меня симфония выпущена. Я не знаю, есть она или нет. Может даже и есть. Надо принести, если нет. Я не вижу. Может быть, где-то синяя она.